У нас сегодняшний разговор будет о такой вещи, как ОВИН и КатАН. Мы поговорим, что такое ОВИН, как с ним работать, что он предоставляет нам, что такое КатАН конкретно. Посмотрим реализацию неких модулей для КатАН, таких как WebIPI и SignalR, ну и вообще посмотрим, как будет развиваться дальнейшее веб-разработка с помощью ASP.NET вообще на платформе .NET. У нас есть презентация. То есть эта лекция, она входит в курс наш по Amnesty Advanced. Меня зовут Владислав Амельчук, я сертифицированный Solution Development Microsoft и мы можем, в принципе, приступить и начинать смотреть. Всем видно, я надеюсь, презентацию. Если вам что-то, что-то не видно, все пишите сразу. Отлично. Тогда поговорим о том, сначала нам надо поговорить о как строится, в принципе, наша ASP.NET приложение. Если мы перейдем к классу, слайду, то есть у нас есть классическое ASP.NET приложение. То есть у нас есть какой-то наш хост, есть какой-то сервер, то есть или ES, или self-host. потом мы на основании библиотеки System Web строим какие-либо наши приложения. Вроде бы все хорошо, все хорошо работает, технология уже достаточно старая, но у нас встает закономерный вопрос первый. Библиотека System Web она хоть очень хорошая, но она в данный момент переоружена большим количеством классов. То есть мы с вами это еще раз посмотрим, посмотрим сейчас принципиально как работает наш ES сервер и посмотрим чем же отличаться будет Катана, что нам даст нового и что такое вообще ОВИ. То есть если наше приложение работает в принципе так, то что же нам может предоставить нового конкретно ОВИ. Конкретно ОВИ, что такое вообще ОВИ. Расшифровывается он как OpenWebInterface for .NET То есть это не библиотека, не платформа, не программа. Это спецификация, которая определяет нам некий интерфейс, устраняющийся связанность нашего приложения с конкретной реализацией сервера. Давайте посмотрим вот на такую вещь. Посмотрим как же работает наш ES-сервер. у вас у каждого есть внизу такая будет кнопочка называется Fit to Window, то есть если вы снимите галочку, вы сможете смотреть эту презентацию в таком расширенном формате, не в маленьком. То есть у нас есть некий конвейер обработки запроса нашего веб-приложения. То есть как работает наше веб-приложение от участия нашего ES-сервиса. Ну во-первых, у нас есть некоторые клиенты, которые посылают запрос на наш веб-сервер. Что уже у нас происходит дальше? Наш запрос принимает какой-то трайвер, называется он HTTPSYS. Он слушает запросы по протоколу HTTP и HTTP принимает их. То есть на первом шаге у нас приходит вопрос на сервер. На втором шаге HTTPSYS передает запрос коду, в основании которого лежит класс HTTP Eastern. То есть у нас есть некий custom процесс. Да? На самом деле это неправильно, потому что мы с вами смотрим не туда. это мы уже смотрим в каталоге. Прошу прощения. Мы чуть-чуть не очень похожи эти презентации. То есть кто принимает после HTTPSYS наш запрос? То есть наша HTTPSYS проверяет, если имеется информация для обработки, она передается куда-то дальше. То есть рабочему процессу походу. Если нужного положения у нашего не запущено, мы создаем у нас есть некий адаптер W3 Services, World Web Publishing Services, который дальше передает запрос нашему ВАСу. Это некий Windows Process Activation Service. Windows Activation Service получает данные нашего конфиг файла и на пятом шаге проверяет рабочие процессы наших приложений. то есть если нет он создается начинается рабочие процессы принимают нашу обработку и начинается рабочий процесс Windows создаваться наши домены приложения. Они создаются и создаются и в нашем процессе у нас появляется целое действие. Во-первых у нас есть модель событий, все помнят, и есть сервисы то есть тот же Begin Request Authentification Request Authorized Request и то же самое. На каком-то там пункте мы принимаем принимать запрос наш некий обработчик нашего запроса то есть это если это были Windows формы веб формы вернее это наша пейдж или какой-то наш кастом Http хендер или если это PC то есть некий MVC хендер то есть у нас проходит такое действие тут у нас уже создаются в домене приложения наши http applications значит каждый http application получает себя http контекст мы помним что в нем есть пустые http request response и мы начинаем работать нашим приложением то есть есть у нас некий управляемый модуль все что угодно то есть дальше мы можем увидеть что у нас кто принимает обрабатывает наши запросы то есть или наши custom хендеры то есть это классы которые реализуют интерфейс http хендер тот же в вебформах это класс page может быть или в MVC это класс MVC хендер то есть у нас происходят такие действия это стандартная работа на данный момент наших приложений то есть приложения написаны на вебформах на MVC что же происходило происходит в самой катании то есть с использованием ОВИ мы уже говорили что смотрите у нас драйвер передает некоторому может http лист то есть это класс который слушает наш протокол http и у нас создаются некие процессы называются они такие как signal rovin например application exe и у нас наш конвейер обработки состоит из некого набора модулей то есть мы какая суть всей нашей обынной катаны что мы собираем наше приложение с неких модулей эти модули как вы видите передают управление друг другом то есть здесь у нас реализован паттерн такой как chain of responsibility цепочка зависимости наши модули мы еще будем смотреть это в коде получать какой-то запрос передают дальше следующий модуль отработал передал следующий модуль отработал следующий последний модуль отработал и начинает возвращаться по этой цепочке назад 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 что может нам предоставить наш модуль он нам предоставляет возможность в нашем приложении использовать только те модули которые нам нужны то есть мы не используем вещи с того же например класса DLL систем web которые нам не нужны на данный момент если нам нужна авторизация еще если мы хотим использовать web мы используем web если мы хотим какие-то файлы использовать статические мы используем статические планы то есть оно предоставляет нам во-первых убрать связанность от реализации сервера во-вторых добавлять те модули только которые нужны в нашем приложении остается закономерный вопрос как же оно все работает то есть нам овен предоставляет что овен предоставляет нам что иное как давайте еще посмотрим о как будет состоять в простой схеме нашего овен приложения то есть у нас есть тот же хост у нас есть тот же сервер но у нас появляется такой промежуточный уровень некий middleware в котором мы из наших модулей будем строить какие-то обработчики событий можно сказать и уже наше приложение будет зависеть только конкретно нашего конвейера обработки овена нет нет бед литейки систем нет конкретной реализации никакого сервера то есть это такая дает возможность что же дает нам спецификация овена спецификация овена задает нам интерфейс взаимодействия сервера вся работа с овеном идет на основании делегат делегат видите это делегат фанк который принимает себя некий айдитшенарь закрытый стрингом и обжекта и возвращает нам таску то есть вся работа нашей катали мы это увидим дальше в коде основывается на основании вот этого делегата он отвечает за обработку запроса к серверу наш параметр айдитшенарь содержит в себе текущее окружение сервера то есть некие переменные нашего энвара переменное окружение мы тоже сейчас посмотрим что это такое как оно выглядит ну и результатом является объект из типа таск то есть это некая задача вот что нам какая основа работы во всем обе кроме того если вы думаете что овен это очень сейчас на слуху говорят овен 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 на самом деле овен это всего лишь мы уже говорили спецификация некий интерфейс так вот весь овен предоставляет нам наш цельный интерфейс называется он IAPP Builder и в нем находятся некие объекты то есть тот же дикшенари с пропортиями мы видели его кстати в том делегате есть какой-то метод Build который возвращает нам обжи и еще несколько методов то есть для чего предназначен нам этот интерфейс IAPO IAPO он предназначен для того чтобы мы могли создать конфигурацию конвейера обработки запросов то есть мы с вами работаем в пределах конфигурации конвейера то есть мы будем с помощью вот этих методов например Use указывать какие мы хотим модули подключить указывать какие мы модули не хотим подключать что мы будем делать и как мы будем с этим работать то есть вот это и есть вся основа какие преимущества мы сейчас будем это все рассматривать но основное преимущество это я уже говорю что мы во-первых убираем сильную связанность от реализации сервера мы отказываемся например если мы на селф-хосте от библиотеки SystemWeb то есть мы уже не подтягиваем эту тяжеленную библиотеку мы на нее еще не посмотрим но и в принципе все конечно же мы должны понимать что конкретно ОВИН нам вообще ничего не предоставит то есть мы будем говорить что что такое Катана конкретно Катана это реализация вот этого интерфейса то есть созданы какие-то кастомные классы для работы с нашим ОВИНом разработала эта компания Microsoft и что там говорит Катана Катана говорит что у нас по сути то же самое что мы выделили на предыдущих слайд что есть хост какой-то сервер некий промежуточный слой middleware да все правильно Катана это и есть реализация ОВИН от Microsoft и приложение наше которое будет как-то работать то есть это общая схема проекта Катана даже на слайде написано вы видите что это реализация спецификация ОВИН от Microsoft сам ОВИН нам ничего кроме IP билдера интерфейса не предоставляет дальше ну вот некая есть схема скрутиру виппиложения то есть мы можем посмотреть что у нас есть мы с вами это увидим есть две возможности работать с нашими ОВИН приложениями мы можем точно так же работать с помощью и ЕС нашего асперметного в том же процессе W3VP и мы можем работать с помощью или просто Windows нашего процесса или с помощью файла OVIN HOS EXE программа и используют какое-то свое дополнение называется HTTPS то есть вы должны понимать что хочет сделать Microsoft в виде кота вы должны понимать что это начинается ответ Microsoft для того же Node.js то есть возможность быстро создать сервер буквально пару строчками запустить его в кастом процессе но не сервизация для ASP.NET хотя для ЕС считается что ЕС сервер так перегружен поэтому добавлять ему еще некий промежуточный слой ОВИН не очень хорошо хотя мы все знаем что сейчас Microsoft будет нам продвигать такое понятие как ASP.NET VNEXT и ASP.NET VNEXT будет объединять там NBC то есть что они хотят сделать в нем они хотят сделать шестой NBC как модуль для кота то есть он будет полностью использовать если вы видели кто-то последние изменения например тоже IDENTITY от Microsoft вы можете видеть что сейчас например авторизация пользователя полностью перенесена в middleware и полностью конфигурируется и работает с помощью каталога об этом мы сегодня тоже еще дальше поговорим то есть давайте посмотрим что такое хостинг веб-приложении как он в принципе выглядит извините вот я сейчас начну расшаривать экран мы с вами посмотрим в студии как она выглядит итак мы с вами теперь рассмотрим как же выглядит наша каталог и что же это такое то есть о чем идет тут у нас разговор во первых у нас появляется некий файл так называемый стартап в этом файле стартап и будет отправиться вся наша конфигурация всей нашей катана то есть что он будет делать наше приложение при запуске катана будет искать несколько вещей во первых она будет искать в самый последний вернее момент искать класс с именем стартап у него должно быть паблик ввод метод конфигурация принимающий себя интерфейс ая папа билда если же он ну это самое последнее то есть у него не найдет наше приложение конечно же не запустится если он его найдет то будет выполняться то те действия которые у нас определен в нашем методе паблик ввод конфигурация также мы можем пометить атрибутом SAP класс OVEN стартап то есть вы можете увидеть что это класс находится уже в библиотеке Microsoft OVEN OVEN стартап атрибут то есть это уже реализация не конкретного Овена а Microsoft OVEN и мы указываем передаем ему тип нашего стартапа который будет использоваться при запуске нашего приложения то есть в данном методе мы должны сконфигурировать весь наш middleware мы должны сконфигурировать все настройки нашего приложения как же они будут выглядеть до того как мы будем смотреть что мы кладем в наш файл стартап нам надо посмотреть какие возможности у нас есть для хостинга наших приложений то есть мы с вами рассмотрим сейчас хостинг с помощью EES нашего приложения и хостинга с помощью кастомного процесса Windows и так здесь у нас давайте посмотрим сразу на EES то есть у меня создано пустое ASP.NET приложение в нем есть только один файл стартап и что же нам надо сделать для того чтобы работало наше приложение на EES сервере то есть вы видите у меня есть стартап файл помечтенный атрибутом нашим по которому будет искать нашу сборку и у нас в референсах добавлена такая библиотека называется она Microsoft Odin Host System Web Microsoft Host Odin System Web то есть вот эта библиотека поможет нам она содержит некоторый набор классов которые помогут нам захостить наше приложение на EES сервере если этого в библиотеке у нас не будет наше приложение на EES сервере не запустится кроме этого у нас добавлен сборка наша Microsoft Odin Diagnostics для чего она нам предоставлена вы видите что я на объекте AppP Builder вызываю метод You Welcome Page то есть это диагностический метод который покажет нам что наше катана приложение вообще работает что-то с ним вообще происходит всего нам предоставляется всего нам предоставляется сейчас не обязательно помещать атрибуты дело в том что по конвенту мы наше приложение будет искать запись в AppP или веб конфиге файла если оно не найдет власть оно будет искать атрибут если оно не найдет атрибут оно будет сканировать все загруженные сборки до нахождения нашего файла стартап с именем и по конвенции в нем должен быть метод который возрастет лоидовый с именем configuration и который принимает себя AppP Builder дальше то есть что какие у нас возможности есть всего для хостинга то есть что какие у нас возможности для хостинга то есть для того чтобы установить хостинг запостить наше приложение должны подключить библиотеку Microsoft с понятно что она подключается с помощью с помощью менеджера пакетов поэтому никаких проблем с этим не должно быть сейчас мы попробуем наше приложение запустить и посмотреть что же происходит так то есть если мы запускаем наше приложение что у нас будет происходить то есть у нас найдется наш файл с именем startup и будут выполняться все его какие-то модулы когда он дойдет до последнего какого-то модуля наше управление будет возвращаться назад то есть мы еще дальше это рассмотрим мы сейчас у нас есть один модуль называется news work of page то есть мы сейчас запустим наше приложение что же мы увидим вот мы видим что у нас систем код диагностики авиновский показывает нам что наше катана приложение работает допущенном сейчас на и сервере то есть такая заложка которая может показать что наше приложение действительно работает лежит она в пространстве нашим днем с обем диагностики дальше то есть это иис хостин ну конечно иис хостин я уже говорил что не всегда очень хорошо это делать я думаю что исправится на счете и будет использоваться в основном данные вещи но у нас есть для того чтобы нам это использовать у нас опять есть наш какой-то стартап файл он помещен этим атрибутом для чего мы помещаем этим атрибутом дело в том что представьте ну если у нас большое количество файлов загружено в нашей сборке он будет сканировать все загруженные сборки искать файл с именем стартап то есть пометить сразу атрибутом он его быстрее найдет или написать в конфигурационном файле конкретно указать что надо сделать дальше у нас как вы видите консольное приложение мы в этом консольном приложении должны выполнить некоторые действия что же мы делаем во первых у нас появляется класс в апплике в аппп находится он в пространстве microsoft хостель мы его закрываем нашим стартом файлом передаем ему некоторые наши опции то есть опция у нас простая что мы будем запускать его на порте 5555 проводим на экран что сервер стартовал на порте какого то и ждем ввода пользователя каких то действий если мы сейчас запустим это приложение то есть сервер стартовал у нас на 5555 порту мы можем зайти по адресу local хост это что что такое local хост 5 5 5 5 5 и пожалуйста смотрите абсолютно нормально работает наше катана приложение то есть в предыдущем момент мы запускали ее на есть сервер теперь запущено в кастомном процессе наше приложение остановилось если мы опять зайдем сюда ну ничего то есть вы видите как запустить приложение быстро и быстро то есть для того чтобы использовать у нас должно быть установлены такие сборки как Microsoft ОВИН хостинг и Microsoft ОВИН хост HTTP лист то есть они тоже погружаются с помощью пакетов и предоставляют возможность запускать катану на каком-то кастомном процессе дальше как же это действительно все работает внутри давайте будем разбираться что же мы должны писать в наш класс стартап во-первых у нас есть разговор о такой вещи то есть что же приходит в нашем словаре дикшенаре нашим закрытым тенгом и общем то есть в этом дикшенаре у нас будет приходить некий набор ОВИНовский констант у них тут куча есть значений мы поговорим только о некоторых из них ну например что у нас есть там констант ОВИН реквест метод мы можем написать что сейчас вывести пользователю с помощью вот такой вот записи а что мы здесь делаем то есть мы в нашем объекте АПП Билдер вызываем метод Run метод Run вставляет то есть позволяет нам выполнить какие-то действия в нашем приложении но у него есть он такой заглушка используется там для проверок и откладок наших методов потому что он по конвейеру дальше не передает никакого управления то есть метод Run выполняется и все вы видите что тут написано что which does not have an ex middle way reference то есть Run когда вы используете свой контейнер Run всегда будет самым последним в нашем приложении то есть он сработает последним начнет возвращать нам какой-то запрос из нашего приложения то есть мы можем посмотреть что вот этот уже скорее всего наверняка никогда не выполнится почему потому что ну метод Run уже не передаст второму модулю управление то есть наш принцип работы строится по такому по такой системе что наш модуль принимает от себя управление предыдущего модуля выполняет какие-то действия например с тем же реквестом передает управление следующему модулю и так до последнего модуля который отрабатывает и начинает возвращать нам объекты OWIN RESPONSE и мы в этот OWIN RESPONSE каждый модуль после отработки следующего к нему опять возвращается управление мы еще что-то можем изменить сделать и вернуть управление еще назад и так происходит вся работа в принципе в нашем middle way то есть что нам делает это приложение нам просто-напросто запишет в ответ значение переменной OWIN REQUEST метр давайте попробуем его запустить то есть вы видите что у нас в программе остался то же самое то есть мы здесь с помощью вебапа старт и указания порта сейчас уже на 11111 порту будем запускать наше приложение сервер нам скажет что сервер стартовал на порте таком мы передаем data now и порт мы запускаем наше приложение то есть сервер стартовал и теперь будет слушать наши запросы мы перейдем на localhost 111 111 и смотрите нам пришел запрос наш сервер вернул нам ответ и говорит что мы прислали на сервер get запрос дальше если мы закомментируем вот эту вещь у нас останется здесь только метод apapara второй теперь он получит управление и мы вернем запрос какой был протокол нашего запроса то есть мы можем обращаться через таком вот методу к этому dictionary и что нам вернем сейчас мы закроем предыдущие инстаг создадим новую вот пожалуйста что версия протокола которую мы прослали запросы это http 1.1 то есть у нас есть некий набор вот этих констант мы будем еще дальше смотреть которые описывать в себя весь 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 запрос это и хэдеры и куки и все что приходит обычно на запросы от нашего клиента мы все это можем получить обработать изменить и как-то взаимодействовать с данными данной информацией вот что нам позволяет сделать эти перемены дальше задают закономерный вопрос а как же нам как же нам создать какие-то модулы то есть метод АППРА он всего лишь отработает вернет то что мы всем нам передали написали и все больше после него ничего не случается никто ничего не передает никто ничего не работает то есть я вам еще раз это метод такой поэтому давайте посмотрим следующий пример у нас есть стартап класс в этом стартап классе мы указываем что мы используем два компонента первый способом через АПП метод закрытый нашим компонентом а второй с помощью расширяющего метода useMyHeaders компонент дальше в классе программ у нас все значения на порту 11111 сервер старта и будет запускаться инстанс нашего сервера то есть вы видите что нам кота нам предоставила с помощью библиотеки Microsoft HOST и с помощью трех строчек кода мы можем запустить какой-то сервер в нашем кастом Windows процессе и дальше зайдем в наш кастом компонент и что у нас здесь происходит во-первых на двенадцатой строке мы с вами с помощью директивы вузе заменяем наш делегат правильно почему потому что мы его будем постоянно использовать то есть это некая функция нашего всего приложения то есть еще раз повторяю это делегат который принимает себя айдичный и возвращает какую-то таз что же нам надо сделать чтобы создать собственный компонент чтобы создать собственный компонент нам надо сделать вот такую вещь а ну тут признаться мы забыли с вами посмотреть что какие соглашения используют катана то есть она или в файле webconfig ищет app-settings км овен стартап или сборка содержит атрибут assembly овен стартап с передним типом нашего класса стартап или если это не одно из условий не удовлетворяется загрузчик будет сканировать все сборки с именем startup и методом сигнатура которого совпадает вот конфигур автокапе билдера поправить дальше как мы создаем конвейер то есть модули наши все получают запрос по очереди порядок который определяется порядком их в методе configuration что им передается им передается делегат app-punk которому можно передать управление дальше по цепочке и словарь edition в котором находятся данные запроса данные окружения сервера и объекты для формирования ответ то есть есть наши некоторые объекты спорта и рэкпост не то есть вы должны понимать что у нас такое тоже будет дальше как же мы можем создать наш кастом модуль то есть мы должны во первых каждый обработчик он должен делать несколько вещей то есть он может проигнорировать все что ему передали просто напросто передать управление дальше он может обработать наш запрос и передать управление дальше он может обработать запрос и закончить на себе цепочку например как методрам после него уже ничего никакие модули исполняться не он просто напросто вернет управление назад и начнется собираться наш ответ то есть каждый предыдущий обработчик будет получать управление и будет передавать его назад или наш каждый обработчик может создать какое-то исключение то есть просто напросто прервать нашу цепочку вызовов аварийно что же нам надо сделать чтобы создать свой модуль то есть у нас нет ни интерфейса который мы можем реализовать никак ничего у нас есть просто напросто некоторые соглашения что класс модуля может иметь во-первых произвольное имя во-вторых он должен иметь конструктор с такими параметами это app fun то есть что такое app fun мы уже видели это даже сами разработчики нашего овена говорят что с помощью сокращения using app fun и используется наш делегат fun закрытая dictionary возвращающий task который этот делегат передается следующий обработчик в цепочке конвейера мы можем принимать кучу аргументов какие захотим и мы должны обязательно иметь метод task с именем invo вернее который возвращает task принимает всегда переменное окружение и в нем должна содержаться вся логика нашего модула завершение работы мы можем или выбрать следующий обработчик или просто вернуть результат в виде task завершив обработку запроса мы создаем класс модуль мы должны его зарегистрировать в нашем методе configuration класса startup то есть давайте посмотрим как же это будет выглядеть выглядит это так во первых мы создаем MyCustom компоненты в нем есть переменная типа и есть некий конструктор этот конструктор должен принимать данный делегат вы должны понимать что если вы не создадите данный конструктор как принимает ты 예쁘ки онилось зарегистрировать данный посмотрим у нас будет сообщение доling что не может в нашей конвейере обработки участвовать элемент, который не принимает в конструкторе данный делегат. Дальше. У нас есть наш метод INVO, который возвращает нас, и что мы в нем должны делать? Мы должны в нем написать логику. Мы можем написать сначала логику и на 31 строке мы с помощью ключевого слова ABATE передаем управление следующему компоненту и ожидаем пока он отработает и вернет нам его управление. Если мы этого не сделаем, то наш компонент будет просто-напросто последним в конвейере. Дальше. Мы когда получаем от следующего модуля назад наше управление, мы опять можем написать логику. Мы здесь написали не готовую логику. На 35 строке мы обращаемся к нашему переменной ENTERY, обращаемся к ее ключу OVEN RESPONSE BODY. То есть OVEN RESPONSE BODY он себе представляет некий стрим. То есть мы его приводим к стриму и мы можем, используя стрим в райтер, записать ответ. Мы записываем его просто с помощью метода WRITE ASIN в словах hello. То есть это у нас есть один компонент первый. Есть второй компонент. То есть вы можете на него посмотреть. На 10 строке мы опять же используем наш app-fund. Мы опять же используем наш app-fund next. Создаем конструктор, который должен этот делегат обязательно принять. Создаем метод invoke, возвращающий task, который получает всегда iDictionary. И что мы здесь делаем? Мы получаем респонс, берем хедеры, обращаемся к переменной нашей OVEN REQUEST HEADERS, как iDictionary string, приводим ее к iDictionary string, string, массив. И начинаем вынимать там некоторые заголовки, которые пришли к нам отсюда. После всего мы берем наш WRITE, записываем в него наш ответ и возвращаем управление к предыдущему модулю. Вы видите, что у нас нет, мы не передаем управление никакому следующему модулю. Значит данный модуль всегда будет последним в конвейере обработан. После этого мы создали класс app-builder extension и просто-напросто создали расширяющий метод, который принимает себе как аргумент расширения app-builder-app переменной, и мы на нем вызываем метод use. То же самое, что мы делали в startup-пайле. Я в startup-пайле записал один, просто как мы можем кастомно использовать наши компоненты. На 22 строке я создал компонент с помощью использования расширяющего метода. Давайте посмотрим, что находится в нашем гикшенере с переменным окружением. В нем есть 29 ключей и 29 значений. Давайте посмотрим, что это за ключи. И здесь описаны все возможные константы овена, которые приходят к нашему серию. То есть, посмотрите, мы видим, что нам приходят request-bath, response-headers, request-headers, response-body, request-body, response-status-code, request-query-string, request-metod, request-schema. То есть вся информация о нашем запросе плюс некая информация о хостат. Давайте посмотрим, что там находится у нас. Где-то здесь. У нас какой-то localhost 11.11.1. То, что он local true. Что это отменяющий консервированный request от false. Есть какие-то разговоры про наш, да, стартап. Какой протокол, какой метод, какой протокол укорочен. То есть все-все-все настройки. Давайте посмотрим. Вот у нас есть request. Это response-headers, request-headers. То есть у нас лабор. То есть какие-то, смотрите, все-все-все запросы. То, что присылает браузер на наш сервис. Мы все это можем увидеть и получить их незначение и как-то отработать. Кроме этого, давайте, если мы посмотрим на response-body, request-body. То есть что это такое вообще? Это у нас некий стрим. То есть мы с вами уже видим, что мы с помощью стрим-врайтера пишем ответ нашим пользователям. Дальше мы с вами идем, доходим до нашего await передавания компонентов следующему, управления следующим компонентом. Мы заходим и мы, смотрите, мы уже находимся в нашем следующем компоненте, MyHeaders компонент. Который вот тут что-то будет делать. Он отрабатывает. Дальше, смотрите, мы вернулись опять на то же место. Дальше мы добавляем некоторую свою логику. То есть мы приводим наш response-body к стриму и выполняем запись наш стрим. Выполнили запись. Continue, continue, continue. Смотрим сюда. И смотри, я получил все и вывел пользователей, записал в ответ то, что нам сделал наш второй модуль, который просто-напросто вывел все заголовки, которые прислал нам сервер. То есть там кеш-контрол, коннекшн, акцепт, юзер-агент, там какой-нибудь, да. И второй модуль, который был в нашей обработке первый. Ну он записал, получается, позже этого. То есть вот он так и вывел. Он нам вывел просто-напросто метод hello. То есть это возможность создавать нам конкретно наши модули с помощью классов. То есть мы с вами можем создавать собственные модули, подрегистрировать их в конфигурационном файле, и они нам будут работать на основании какой-либо нашей логики. Кроме этого, если не создавать... Если мы не хотим создавать... То есть нам не надо большой логики в нашем классе. Мы можем создать все с помощью метода. Давайте посмотрим. То есть в нашей программе что-то же самое. В классе стартап. В классе стартап. Мы можем заменять модули класса лямбда выражениями, лямбда операторами. То есть мы на 22 строке вызываем метод use. И смотрите, что мы делаем. Вот сейчас нам наш метод сделает то же самое, что было в предыдущем примере. Он вернет нам requestPath какой-то и ставит код. То есть что он делает? Он выведет endRequestPath. То есть куда он выведет? Он выведет наш инстанс нашего консоли. То есть наш сервер запустится. И этот метод будет выводить по какому пути обратились к нашему. И будет возвращать какой вернулся статус код. Давайте запустим, попробуем посмотреть, что будет происходить. То есть запустился наш сервер. Мы сейчас будем обращаться к localhost. И смотрите, у нас пришел запрос сюда. Вернулся нам 404. И еще браузер просил у нас фабин икону ему вернуть. Напишем там home. Пожалуйста. Мы обратились по адресу home. Вернулась нам 404. Там about. Home about. Еще что-то. Бла-бла. Пожалуйста. Все это вернул. Почему нам возвращается 404? Дело в том, что в последнем конвейере обработки катана стоит модуль по умолчанию. Называется модуль. Ненайденный. Пайл там или приложение. Он нам всегда, когда до него доходит управление, возвращает в ответе статус код 404. То есть наше приложение предполагает, что если запрос никто не обработал, то просто-напросто вернется 404. То есть не найдена такая страница. Кроме этого, мы можем опять же передавать управление дальше. То есть вот этот метод был то же самое, что я делал в классе модуля My Custom Component. То есть я в response записываю в environment в response body какие-то значения своих hello. То есть здесь он тоже точно так же действует. То есть у нас есть делегат next какой-то и переменная environment. Сам этот метод асинхронный, поэтому точно так же будет работать, как и предыдущий пример. То есть вот что нужно было сказать по этому поводу. Но вы должны понимать, что создание своих каких-то модулей, своих каких-то методов, это на самом деле занятие такое достаточно непростое. Поэтому у нас есть, во-первых, некие вспомогательные библиотеки, есть некие реализации для нашего вебага, для нашего катаны. То есть мы посмотрим, что действительно, что такое уже катаны, что они подразумевают собой. Во-первых, у нас есть метод библиотека OpenTypes. То есть что библиотека OpenTypes нам может показать? Дело в том, что, конечно, мы сами должны понимать, что работа с такими переменными в виде словаря, она на самом деле не очень удобна. То есть нам есть библиотека OpenTypes, которая представляет нам некоторые методы для облегченной работы для того же переменной окружения. И нам предоставляет такие две вещи. Это структура OvenRequest. Вы можете в них заглянуть, посмотреть, сколько они нам предоставляют различных методов. То есть какие-то там AdHeader мы можем делать, SetHeader. Достаточно много расширяющих компонентов. И предоставляет нам такую же структуру. Можем на нее посмотреть. Это OvenResponse, который будет представлять собой ответ нашему пользователю. То есть они нам предоставляют различные штуки. То есть что мы с вами здесь делаем? Мы с вами здесь создаем класс OutPripesModule, который просто-напросто... Вот у него конструктор. Мы не забываем передавать ему обязательно делегаты PPFunk. У нас есть наш метод TaskInVogue, который принимает в себя переменное окружение. И мы пробуем взять наш OvenRequest. Вызвать на него пути метод TrimEnd и проверить, что если наш паз соответствует Hello, то мы в Response создадим нам объект новый OvenResponse и запишем Response. То есть смотрите, нам структура OvenResponse предоставляет вот OvenResponse. То есть мы с вами уже не паримся, не создаем никакие стримы, ничего. То есть это намного облегчает нам работу во-первых. И мы избегаем создания так называемых различных велосипедов. То есть зачем создавать то, что уже и так создано. И мы передаем управление следующему модулю. Но его в следующем модуле не будет, поэтому мы сразу это вернемся. Дальше. В нашем стартапе мы просто-напросто на объекте APPR вызываем метод юст, передаем ему тип нашего модуля. То есть мы могли, вы видите, что мы могли использовать генериковый юст, закрыт нашим типом просто-напросто. Можем просто ему юст передать на тип нашего модуля. Дальше мы опять же на фронту 11.11.1 запускаем наш сервер. То есть мы его запустим. Сервер стартовал. Мы уже не будем здесь. Обратимся сюда. И у нас что-то где-то не сработало. Так. Качественное, где-то эксепшн. На ледняка. Посмотрим. Миши сервер. Не смог запустить на этом старте. Еще раз попробуем. Сервер запустился. Ну, приходим сюда. Начинаем проходить, что у нас. То есть вы видите, что у нас ничего не происходит. Поставим законодательный вопрос. Вот. Что мы теперь напишем с вами здесь. Hello. Поберем написать бредпоинты. И увидим, что, пожалуйста, вернулся наш Hello. То есть All In Times позволяет нам не создавать там никаких различных велосипедов, а просто-напросто использовать две вот эти структуры. All In Request и All In Request. И мы уже не делаем там вручную никаких стримрайтеров, ничего. То есть вот в таком виде и происходит создание модуля и передача наших модулей по конвейеру обработки нашей Вовина и Ката. Теперь же, что же нам будет очень полезно в нашей работе. То есть вы должны знать. Например, библиотека Signalware в ее второй версии. Она вышла полностью как модуль для нашей Катаны. То есть у нас Катана предоставляет сейчас две реализации, которые помогут для создания нашей станции. То есть это реализация Web API для Катаны и реализация Signalware для Катаны. Давайте посмотрим, что же у нас есть в Web API. Есть наш файл стартап. В нем тоже очень много. В нем создается экземпляр класса My Web API Configuration. И вызывается метод UseWeb API. Вот этот метод UseWeb API предоставляется нам из Microsoft Oven. Это уже реализация Катаны. То есть устанавливается оно тоже просто-напросто из менеджера GetPacket, то есть Web API 2 спокойно может хоститься с помощью нашего Middleware Катана. Что же мы можем здесь сделать? Во-первых есть Web API Configuration. Это класс конфигурационных настроек Web API. Наследник HTTP Configuration. Мы в нем создаем как конструктор. В нем два метода. Настроить роуты и настроить JSON. Что мы делаем в маршрутах? Вы видите, что это точно такой же стандартный маршрут, как мы настраиваем наши Web API. То есть мы просто на роутах вызываем метод и прописываем, что первый роут дефолтный. Будет темплейт API-контроллер и наше ограничение. И мы настраиваем параметры ответов. То есть мы устанавливаем, что делать нашему JSON-сериалайзеру. Ну и все ответы производим в виде JSON-ометра. Дальше. У нас есть API-контроллер, у которого есть метод get. Есть наша модель message с одним свойством текста. И он просто-напросто API-контроллер будет возвращать нам новый экземпляр модели. И в тексте будет написано Hello Prompt API Controller. Давайте попробуем запустить наше приложение. Сейчас мы его запускаем. Пожалуйста, сервер стартовал. Стартовал на нашем многострадальном порте. Ну давайте обратимся сюда. Нам еще не вернуло. Почему? Потому что мы сейчас... Наш запрос не соответствует никакому нашему контроллеру. Давайте попробуем написать API и MyWebApi. Вот, пожалуйста. Вы видите, что абсолютно нормально отработал наш API-контроллер. Вернул нам JSON-апдекст. Причем здесь свойство текста уже было приведено к Camel-кейсингу. И ответ нашего API-контроллера. Hello From API-контроллер. Для того, чтобы нам включить его в наш middleware, нам пришлось аж вызвать один метод. app. UseWebApi. То есть я думаю, что это понятно. Дальше сигналы. SignalR отличается от Web API очень мощным. Мы в нашем классе в методе Configuration на объекте app. Вызываем метод mapSignalR. Опять наш же host на 11.1.1. У нас есть хаб, который просто-напросто напишет нам, что получил запрос от такого-то. И вернет сообщение в формате Hello. Такое-то. Поздравляем вас по такому-то времени. И вызываем у наших клиентов. У всех метод AscendGridgingMetage. Я не создавал 6 JavaScript-ового клиента. Но у нас есть .NET Client под наш SignalR. То есть он очень мощный. Тут создается коннекшн нашему хабу. То есть экземпляр класса хаб-коннекшн. Куда мы передаем наш localhost 11.1.1. Создаем прокси MyHub. Создаем метод, который будет вызываться нашим сервером. То есть вы помните, что наш сервер будет вызывать метод acceptGridging. И мы вызываем, что мы создаем коннекшн. Открываем коннекшн в старту. Ждем, пока она откроется. И вызываем на сервере Hello Blunt. И ждем нашего ответа от сервера. Потом, когда мы нажмем кнопку Enter. Нам наша коннекшн остановит. Что же у нас укрепляется? Нам надо запустить инстант нашего SignalR сервера. Он запустился. Нам надо запустить инстант нашего .NET Client. Вот, пожалуйста. Наш .NET Client отправил запрос на хак. Получил от него ответ. Hello Blunt. 8.12.14. 10. 33. На сервере у нас отобразилось, что получили запрос от пользователя с имени Blunt. То есть, что об этом надо говорить? Это говорит о том, что SignalR, а это версия SignalR 2.0, потому что первая версия SignalR, она самостраивалась в файле Globalhost. Сейчас вся настройка SignalR заключается. Если без никаких дополнительных настроек, то это просто вызовем метода MapSignalR. Конечно, у него есть там дополнительные настройки, где будут лежать файлы SignalR или еще что-то. Но, в принципе, оно будет работать и так. То есть, эти две вещи нам абсолютно спокойно предоставляют наша катана. Кроме всего, что они нам еще предоставляют хорошего, это возможность работать со статическими файлами. Потому что мы с вами его смотрели и смотрели, и никак не можем понять, а что же, что же хорошего можем вернуть пользователю, не будем же мы ему там, что мы можем возвращать там. Стринговую разметку какую-либо, да, или просто JSON, то есть, или это просто сервис. На самом деле, у нас есть такое понятие, как статические файлы. Мы можем некоторым образом с ними работать. То есть, мы опять же. Смотрим на нашем порте наш сервер в классе Startup. Мы используем с вами настройки с помощью библиотеки Microsoft Овинг, Static Files и File System. То есть, что они нам сделают? Ну, во-первых, у нас есть расширяющий метод UserPileServer, нам вызвали в нашем IPP-билдере, который мы передаем в настройки RequestPaster и будем говорить, где находятся настройки в наши веб-траницы. Вот у меня есть папка веб, у нее лежит страница index.html. То есть, что она будет говорить? Она будет говорить, что все запросы будут, то есть, мы будем переходить в папку нашу System. Показывать там что-либо. Ну, это мы сейчас посмотрим. Дальше. У нас есть UserStatic Files. То есть, когда пользователь будет обращаться к этой папке Files, он будет иметь доступ к файлам, но не сможет, то есть, ну, не сможет зайти по Files и посмотреть, что там лежит в нашей директоре. Но мы можем нашим пользователям дать возможность просматривать файлы директоров. И мы вызываем UseFilesServer и говорим, что все, кто будет обращаться к PastStringPublic, мы в свойство EnableDirectoryPrival поставим в насыщение True. И во что она нам нужна. Сейчас мы это умеем. Давайте посмотрим, что у меня лежит в этой папке. То есть, у меня в папке будет облежать вместе файл index.html. То есть, тут написано пример использования статических файлов и ссылка там на директорию. Кнопка нажми меня. То есть, вы видите, что у нас здесь стоит ссылка на файл test.js, который находится в папке файл. В файле test.js у нас лежит просто напросто функция, которая выведет на экран, что у нас все работает. Есть какой-то файл текст, текст написан, мы можем получать файлы, но не можем посмотреть их в список. Есть публичная папка, где лежат файлы. Файл 1 текстовый и файл 2 текстовый. Давайте запустим нашу программу и посмотрим во что она нам превратится. Сервер запущен. Давайте. 111. Вот, пожалуйста. Нам появляется пример использования статических файлов. То есть, нам с вами что сейчас отобразить? Нам отобразилась вот страница index. А как мы настроили, чтобы она нам отображалась? Мы просто напросто в стартапе написали, что если у нас пустой путь, значит мы будем обращаться к файлам, которые лежат в папке web. Она нашла нам этот файл и, пожалуйста, показывает. Причем этот файл обращается к файлам из папки files, то есть я нажимаю кнопку нажми меня, мы видим, что выводится alert working, то есть следовательно подтянулись наши скрипты. У меня есть ссылка на паблик, если я нажму на нее, нам браузер будет отображать файлы, которые лежат в нашей директории. Файл 1.txt мы можем его тут просмотреть, файл 2.txt. При этом, если бы мы с вами обратились в папку files, там ничего не показывают. Но ничего здесь не нужно. Если бы мы обратились в файл text.txt, пожалуйста, мы можем посмотреть, то есть получить доступ к файлам, но не можем просматривать их скрипты. То есть куда? Ну то сюда мы можем вставлять наши скрипты, различные наши CSS, веб-контенты, все, что нам необходимо. Вот в таком виде оно все в принципе и происходит. Итак, какие у вас есть ко мне вопросы? Так, зараз показываю все изводы. Так, зараз показываю все изводы. Тем более я еще раз вам хотел сказать, что сейчас у нас выходит шестой MVC, и шестой MVC нам предоставит просто-напросто модуль, я уверен, use MVC, когда овер будет по умолчанию. И MVC будет в смысле с индекс файла. С индекс файла, понятно, как вызвать другой файл? Мы же видели, что я сложил файлы в JavaScript, они лежали в папке файл, они подрузили в другой файл. Нет, смотрите. Дело в том, что мы установили и муж. Правильно, делали. Можно ли будет какой-то спонят на Apache. Но когда, как только кто-то сделает реализацию Овина для Apache, то есть для этого MVR, конечно, можно будет. Мы указали, почему загрузился файл с индексом HTML, потому что если в папке… … … … … … … … Да, у меня, наверное, было не слышно, но понятно. Тут тоже что-то немножко пропал звук. Я думаю, что, скорее всего, Winnext и Katana, они будут, по сути, сведены некоторым одинаковым возможностям. Да, в Winnext было видно, что у них есть какое-то подобие, тоже они там свои 6 MVC будут делать на том же Middleware, который тоже похож именно на эту Katana. Но то, как они там разобьются, это мы еще не можем показать точно. Давайте дождемся релиза Winnext, будем узнать, что будет дальше из Katana или Winnext. Или Winnext перебьет полностью Katana, или вернутся обратно к ней. Привести пример, я не смогу вам привести пример ни одного известного сайта, написанного на Katana. Потому что эта технология еще достаточно нова, но я думаю, что в течение ближайшего времени, года уже можно увидеть сайты на Katana. Да, будут и все презентации, все будет. Все. Тогда спасибо большое за внимание. Спокойной ночи. Кому утро, доброе утро. Все. Спасибо большое, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok